Эфир телеканала КАПлюс продолжает выпуск новостей Казахстана на русском языке. Меня зовут Алексей Рыблов. Далее коротко о событиях 29 марта. Продлен арест на месяц лидеру партии ОЛГА Владимиру Козлову. Прошение оппозиционера присутствовать на процессе до судей не дошло. Пользователи интернета обсуждают речь президента Обамы во время встречи с казахстанским лидером. Ряд информагентств цитирует фалебные слова главы США в адрес Назарбаева о стабилизации ситуации в Жанаузене. В оригинале речи Обама на сайте Белого дома нет ни слова об этом. В суде по делу о беспорядках в Жанаузене будет участвовать бывший аким города Урак Сарбопеев. Сегодня судья Аралбай Нагашубаев прислушался к требованиям адвокатов и одобрил привлечение к делу в качестве свидетеля экс-главу нефтяного городка. Это связано с тем, что потерпевшие отказываются от претензий к подсудимым, в частности предприниматели, чьи юрты были сожжены, винят во всем именно чиновникам. Из ста потерпевших от претензий отказались уже порядка 20 человек. Между тем, Акимаджа, Жанаузен и местный филиал БТА банка выставили миллионные суммы в качестве ущерба. Детали третьего дня заседания в следующем материале. Пусть и Арак Сарбопеев придет. Похоже, что на судью, прислушивавшись к адвокатам, повлияли заявления о пострадавших. Большинство из них отозвало свои заявления со словами «Мы не держим зла на 37 подсудимых». Если один из пострадавших отказался от возмещения ущерба за сгоревший автобус, то второй не стал предъявлять претензии за разграбленное и сгоревшее кафе. Большинство пострадавших – это владельцы юрт, сожженных в декабре на площади, за сохранность которых отвечал Аким Сарбопеев. Он давал расписку. «Мы никак не обижены на этих ребят. Наши юрты поджигали не они. Они не виноваты». «Эти ребята ни в чем не виноваты, поэтому я отозвала свое исковое заявление». Такое отношение потерпевших, их оправдание подсудимых порадуло жителей Актау, самого начала требовавших от суда справедливости. Доксигуль Бектурганова поделилась сегодня своим видением прошедших трех дней суда. «Ведь все пострадавшие говорят, что Сарбопеев обещал выплатить по 2 миллиона за юрту, если что-то случится. То есть и его нужно привлечь к ответу. Он ведь что-то знал. Декабрьские беспорядки организовали не эти нефтяники, а силовики, чтобы авторитет Назарбаева понизить. А эти ребята ни в чем не виноваты». «Адвокаты действия прокурора критикуют. Они негодуют. Государственные обвинители пользуются юридической безграмотностью пострадавших граждан. Например, тем, кто отказывается от своих исковых заявлений, прокуроры настоятельно припоминают. Если они не потребуют возмещения ущерба с этих 37 ребят, то больше нигде никто не возместит им понесенный ущерб», – заявила адвокат Венера Сасимбинова. «Это неправильно. У людей есть расписки у рака Сарповеева. С ними можно обращаться в гражданский суд, а прокуроры говорят, что это не так, пользуются незнанием людей». Областной суд вновь огорчил корреспондентов, не дав разрешения на съемки самого громкого процесса, но все еще пытается создать иллюзию прозрачности суда. В то помещение, где вчера проводил свой брифинг об открытости суда, приехавший из Астаны депутат, теперь перевели 84-летнего ветерана. «Все проходит открыто, справедливо, все организовано хорошо. Очень верю, что суд примет справедливое решение». Во время суда АО «Азен Мунайгаз» оценил причиненный ему ущерб в 1 миллиард 190 миллионов тенге. Официальный представитель компании предупредил, что это еще не весь ущерб. Кроме того, было сказано, что 18 подсудимых работали в «Азен Мунайгаз». Акимат Жана Азена оценил причиненный ему ущерб в 250 миллионов тенге. БТА «Банк» – 56 миллионов тенге. Родственники подсудимых выражают благодарность тем, кто отказался от претензий. У жительницы Жана Аузена Дина Тимурова и на скамье подсудимых «Зять». Она взяла на работе отпуск на неделю, чтобы присутствовать хотя бы на первых заседаниях. Уверена, что все 37 человек невиновны, а сам процесс идет с перегибом. Вот мое первое ощущение, что идет давление. Давление в сторону защиты. Потому что так как защита, она же должна быть объективна, вот она полностью объективна, то, что сейчас фиксируется все на телевидении, вот это все на видео, она же задает объективные вопросы. Но опять-таки, почему-то, вот мне кажется, со стороны председателя суда идет давление только в сторону защиты. А сторона обвинения, она как-то нет. Вот такое ощущение. На процессе в Актау присутствуют международные наблюдатели, представители платформы «Гражданская солидарность», включающие в себя 37 неправительственных организаций, стран СНГ, Европы и Америки, следят за ходом рассмотрения дела. Сейчас в Актау находятся четверо представителей специальной миссии из польского, норвежского и украинского филиалов Хельсинского комитета и Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности. Также в миссию включены местные правозащитники и юристы. Среди целей своего визита они называют следующее. Проверить, насколько будут соблюдаться стандарты справедливого судебного разбирательства в этом процессе. Возможно, что будут еще следующие группы из нашей платформы. Будут представители, местные юристы отслеживать тоже от нашего имени процесс. Мы постараемся собрать полную объективную информацию. И после окончания мониторинга будет отчет. Думаю, что он будет опубликован во многих местах и на международном уровне. Конечно, мы передадим его тоже в Казахстан. Это будет... Постараемся сделать отчет публичным. Павлодарские полицейские, выезжавшие на усиление в город Джанузен после декабрьских беспорядков до сих пор не получили обещанные командировочные премиальные. Обращение с таким заявлением поступило на блок министра внутренних дел к Мухаммеду Касымову. Предлагаем его вашему вниманию. Грамматика, пунктуация и стиль автора сохранены. Почему сотрудникам ОВД Павлодарской области, выезжавшим в командировку в город Джанузен, не выплатили командировочные и обещанную премию? Ведь они подвергали свою жизнь опасности, защищая нашу родину. Со дня их прибытия прошло два месяца. Все обещают. Прошу разобраться в данной ситуации. Заранее благодарю. Автор обращения не оставила своих контактов, поэтому связаться с ней не представляется возможным. Действительно ли Павлодарские стражи порядка не получили денег за поездку в Мангастаускую область? Мы пытались узнать в ДВД, однако там на звонки журналистов не отвечают. Тем не менее, из информированных источников полиции стало известно, что Павлодарская ОВД не располагает такими статьями расходов, как командировочные и премиальные за поездки в Джанузен. Оплатить должны из бюджета области или республики. Напомню, в результате разгоревшихся беспорядков в Джанузене были истянуты силовики и внутренние войска со всего Казахстана. Согласно официальным данным, во время режима чрезвычайного положения на западе республики работали полицейские из 10 регионов страны. Отдельные СМИ пытаются использовать ситуацию вокруг процесса по делу Джанузена, чтобы организовать революцию. Так заявил в интервью агентству Интерфакс накануне советник президента по политическим вопросам Ермухамед Ертезбаев. Сегодня он конкретизировал свои мысли. Говоря о масс-медиа, имел в виду видеопортал «Станкейзет». А началось все с запрета на видеосъемку заседаний в Актал. Столичные репортеры подробнее. Да здравствует наш суд. Самый открытый суд в мире. Буквально накануне начала процесса по жанузенским событиям, Верховный суд заверял общественность, что дело будет рассматриваться открыто и объективно. Однако после того, как журналистам запретили пользоваться электронными средствами даже в комнате, выделенной для прессы, официальный представитель Оксана Петерс тут же поспешила в интервью Интерфаксом объявить о законности действий октауских коллег. Глава журналистского клуба, бывший депутат Гадильбек Шалахметов, вроде бы и против такой позиции, но при этом свободу слова трактует по-своему. Он склонен разделять СМИ. Дескать, кое-кто из них зачастую пляшет под дудку заказчика. Например, «Станкейзет». Он пожелал сотрудникам видеопортала побольше совести, а в целом коллегам не быть глупыми. «Все нужно делать по закону. Если в законе это прописано, всякая пресса должна быть, чтобы освещать. Но я обращаюсь не к тем, кто пускает или не пускает, я обращаюсь к прессе. Пусть она будет умной». Ещё один сторонник запрета видео и аудиозаписи процесса по беспорядкам в Жаналзене – советник Ельбасы. Накануне он заявил, отдельные СМИ пытаются использовать ситуацию для того, чтобы организовать революцию. «В стране есть средства информации, которые затуманивают людям мозги, хотят использовать народ, вывести его на улицу. В действительности им нужна не информация, а подготовка сознания людей к перевороту». Сегодня в телефонном интервью советник президента по политическим вопросам даже уточнил, какие СМИ он имел в виду. Учитывая его более ранние высказывания об информационных террористах, сомневаться в приговоре не приходилось. «Медийные защитники возмущены такой предвзятостью. Запрет, как упреждение каких-то перекосов в освещении самого важного сейчас процесса, не обоснован. Глава фонда «Адильсос» Тамара Калеева аргументирует, допусти СМИ искажение информации, которого опасаются чиновники, издание давно бы привлекли к ответственности. Так что выпады советника Ельбасы подтверждают распространенное мнение, что от общества всеми силами скрывается действительное положение дел». «Господин Эльдезбаев и в прошлом году, и в этом году не стесняется выражения, характеризуя оппозиционную прессу. «Это не более чем выражение мнения политической элиты в целом, которая чрезвычайно не нравится, что благодаря взгляду, благодаря стану, общественность и Казахстана, и мировое сообщество в целом знает о том, что там произошло». Казахстанская общественность между тем отмечает, запрет снимать процесс уже настораживает, а потому сомнения в объективности вердикта все более укрепляются. Булат Абил Касимов, Нурбулат Исаев, Астана, Казахстан. Член общественной независимой комиссии по событиям в Жанаузене политик Булат Абилов, вернувшийся с запада Казахстана, сегодня дал онлайн-конференцию на портале guljan.org. Старт суда по декабрьским беспорядкам прошел на его глазах. Он пообщался с жанаузенцами и вернулся с пессимистическими прогнозами. Считает, вскоре власти усилят прессинг на тех, кто их критиковал за игнорирование забастовки нефтяников и обвинял в расстреле мирных людей 16 декабря 2011 года. А сами нефтяники в конечном счете окажутся крайними. Сейчас судебные процессы будут разбиты на несколько частей. Первый – это те, кто сейчас участвует в процессе. 37 человек. Из них 7 человек во главе с Толгатом, Сахтаганом и Розой Тулетаем. Это организаторы. Ужас такой. Их обвинят в том, что они все это сделали. Следующий процесс – это над Эженту Анировой, Натальей Каждалевой и еще несколько человек, которые будут тоже организаторами этих беспорядков. И идеями такими вдохновительными, через которых якобы шли указания, шли листовки. Это Селикса Паргали, это Владимир Казов. То есть их сделают крайними, их сделают заказчиками. Так? Один процесс. Второй процесс будет основан на основании обвинительных приговоров. Вот по первому процессу, который сейчас проходит в актуал. И, естественно, все это заказы за рубежами, все это заказы на Аблязово. Абилов также озвучил свои сомнения по поводу экстремистских планов политических оппонентов аккорды касательно обвинений в терроризме Мухтара Аблязова и бывшего охранника Павлова и одного из руководителей регистрируемой партии Алгамур Адбек Китибаева. Заявление сегодня распространила и коалиция Халык Майданы. Представители демократической общественности убеждены, в Казахстане наступила очередная волна репрессий. Мы, представители демократических сил страны, расцениваем подобные заявления как прямое свидетельство открытия в Казахстане очередного сезона охоты на ведьм. Халык Майданы требует немедленно остановить охоту на ведьм в Казахстане, прекратить преследование граждан за политические убеждения, остановить безумную беспочвенную фальсификацию сведений в отношении политических оппонентов Назарбаева. Пока еще на это есть время и возможность. Ну это бред, чтобы они давали команду кому-то, да? Причем там в детском парке. Да, но это смешно просто. Ясное дело, что найдутся люди, найдутся, которые скажут, да, мне Павлов дал 15-й долларов, еще обещал 10. Да, найдутся люди, которые скажут, да, Китибаев там через какой-то имейл или такой какой-то адрес, мне сказал, иди взрывай. Ну это смешно. Реально смешно. Я знаю Мурадбека Китибаева много лет давно, у него уважаемые люди, его родители, он сам работал замминистра, сам был на других кузове государственных должностях, и сегодня, чтобы Мурадбек призывал коротой или давал команду взрывать в Алматы что-то, ну это бред. В незаконных действиях обвинились сегодня на пресс-конференции в Южной столице спецслужбы. Накануне представители силовой структуры допросили троих сотрудников независимой газеты «Голос» республики, не дав им возможность пригласить адвокатов. После допросов директор издания Даниэр Молдашев исчез. По некоторым данным, вызовы в КНБ и возможный арест Молдашева связаны с делом о предполагаемых терактах. Татьяна Ковалева пыталась разобраться в ситуации. Подписание бумаг закончилось исчезновением. Директор независимой газеты «Голос» республики Даниэр Молдашев после ночного допроса в здании Комитета национальной безопасности исчез. Об этом сегодня на пресс-конференции в Алматы сообщили сотрудники издания. Утром он сделал короткий звонок своему адвокату и сказал, что его отпустили. Однако после этого ни с кем на связь не выходил. Подробности того, как все происходило, редакции газеты рассказали родные Молдашева. Дома он был полчаса. Ему позволили взять полотенце, зубную щетку и снова увезли в неизвестном направлении. Однако Даниэр успел передать сообщение с просьбой сделать его публичным. Его обвиняют в страшных вещах. Но хотя он ни в чем не виновен, он был вынужден себя оговорить, так как ему угрожали обыском в квартире, где находятся престарелые родители, а также тем, что его молчание отразится на его детях. Он просил передать, что заранее просит прощения у всех за то, что не смог противостоять нажиму следователей. За новость таинственности приоткрыл постоянный источник московской редакции газеты «Гулос Республики» некий Аман Шабдарбаев. Именно этот человек, говорит главный редактор издания Татьяна Трубачева, предупредил об операциях против коллектива газеты. И его слова сбылись. На допросах побывали уже четверо сотрудников республики. За остальными ведется слежка. Анонимный осведомитель утверждает, на Молдашева было оказано моральное и физическое давление. А сейчас он находится в конспиративной квартире КНБ, которая используется в качестве секретной тюрьмы. У Молдашева отобран телефон. Он лишен какой-либо физической возможности выходить или общаться с кем-то посторонним. У него резко ухудшилось состояние здоровья. Он находится в депрессивном состоянии. В связи с этим изменена тактика давления на него. Теперь в основном его уговаривают подписать ранее выбитые у него показания на Владимира Козлова и Муратбека Китибаева. В том числе, что по их поручению и под их контролем он участвовал в незаконном финансировании политической деятельности и подготовке терактов. Накануне практически одновременно с Молдашевым в Комитете национальной безопасности проходил допрос журналиста газеты «Голос республики» Ирины Медниковой и руководителя отдела распространения издания Юлии Козловой. Девушек доставили в здание КНБ, не имея на это соответствующих актов и постановлений. Допрашивали всю первую половину дня, не дав возможности пригласить адвокатов, но позже отпустили. О чем шла речь в застенках, сотрудницы сказать не могут. С них взята подписка о неразглашении тайны. Однако обращают внимание СМИ и правозащитников на нарушение прав человека. Если они нарушаются, эти права, значит органы чувствуют, что они действуют незаконно. Понимаете? То есть когда всегда действуешь абсолютно законно, зачем его нарушать, этот закон? А вот если что-то пытаешься сделать как-то хитро, обойти где-то закон, значит как бы рыльца в пушку. Это, знаете, такое правило, уже много раз проверенное практикой. Пока редакция газеты «Голос Республики» знает только то, что дело, по которому допрашивают сотрудников издания, каким-то образом связано с терроризмом, причем информационным. А защищаться они планируют знакомым для себя методом – публикациями. Татьяна Ковалева, Асана Милов из Алматы, Казахстан. Сегодня Алматинский горсуд еще на месяц продлил арест политику Владимиру Козлову. Напомню, в неволе оппозиционер с 23 января по обвинению в разжигании социальной розни. Сейчас он находится в следственном изоляторе ДКНБ. Суд прошел в открытом режиме. Ожидалось присутствие самого Владимира Ивановича, который написал прошение о том, чтобы его доставили на процесс. Но судья Елмахан Дельдабеков заявил, что никакого обращения политика не получал. Далее, выслушав защитника и прокурора, он вынес решение в пользу следователя КНБ Балдаирова, который ходатайствовал еще на месяц задержать лидерологи. Таким исходом супруга оппозиционера Алья Турзбекова не удивлена. К отказам ей не привыкать. Судья Ченебекова проведет срок санкционирования. Например, суд районной инстанции нам не дал ответа на то, какие материалы имеются. То есть, которые, вернее, материалы поступили, которые являются основанием для продления срока ареста. Вот сейчас городской суд подробно объяснил, какие это материалы, что значит назначены и не завершены экспертизы по делу. Так что нужно провести по результатам этих экспертиз дополнительные следственные действия. Потом, видимо, будет какое-то обвинение изменено, новое будет предъявлено. Они мотивируют тем, что он может скрыться, а в следствии суда может продолжать совершать преступление, да, потому что он никогда не скрывался, он знал, что его могут задержать и буквально накануне вернулся из Турзбурга. Поэтому таких намерений как бы нет. В сети активно обсуждают речь американского президента Барка Обамы во время встречи с казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым на саммите в Сеуле. Все дело в том, что ряд информационных агентств республики накануне процитировал главу США, мол, он доволен, что ситуация в Жанаузене стабилизировалась благодаря елбасы. Ленты ссылаются на сайт Акурдэ, где и приведена цитата. Но вот в оригинале речи американского лидера на сайте Белого дома о Жанаузене ни слова. Как так вышло, разбирались мои коллеги. Что именно сказал господин президент США господину президента Казахстана? Такая дискуссия развернулась на страницах популярной соцсети Facebook. Интернет-пользователи утверждают, хвалебного спича Обамы в адрес лидера нации на самом деле не было. Вот та цитата, размещенная на различных информагентствах, включая Cast Today и Tengri News. Я приветствую также результаты прошедших выборов, которые привели к созданию многопартийного парламента в Казахстане. Мне бы особо хотелось подчеркнуть, что под вашим руководством нормализовалась ситуация в Жанаузене. Все это еще раз продемонстрировало высокое доверие народа Казахстана своему лидеру. Вот только на официальном сайте Белого дома, где выложили ролик с доступным переводом, никто ничего подобного не услышал. Одним из первых несоответствия перевода заметил политик Серегжан Мамбеталин, который находится сейчас в Лондоне. Он обращается к своим читателям на странице Facebook, намекая, что это не трудности перевода, а собственная интерпретация слов американского президента провластными информагентствами. Вслед за политиком свои комментарии оставили и другие интернет-пользователи. Я тоже прослушал всю речь Обамы. Ничего про многопартийный парламент он не говорил. И про Жанаузен тоже. Так что Масимовский Тингри Ньюс, как всегда, врет нам. Может, в суд на них подать за клевету? Кто из юристов готов подать в суд на Тингри Ньюс и пресс-службу президента за слова, которые не говорил Барак Обама? Может, хватит морочить головы людям про лидера нации? Действительно, ничего не сказано. А я поверил Тингри Ньюс. Так же было по встрече с Кэтриной Эштон. Казакенова. Совсем по-другому слова Эштон перевели. Чтобы исключить ошибки и трудности перевода, комментарий профессионального переводчика и лингвиста Анны Приваловой. Переводчик господина Обамы выполнил перевод корректно, верно. Фраз о заслуг господина Назарбаева, о Жанаузене я не услышала. Про парламент, про многопартийность. Этого сказано не было. Никто не слышал, а цитата продолжает висеть на сайтах официальных информагентств. Из каких источников тогда она появилась? Все разъяснили те, кого обвиняют в недостоверной информации. Мы брали информацию с Аккорды. Я сейчас открываю первоисточник. Там вот есть цитата президента США. Это на Аккорде. Материала 26 марта. Цитата действительно есть на сайте Аккорды. Вот только на официальном сайте президента США ее почему-то нет. Евдокия Гончарова. Специально для КПлюс. Глава Карагандинского региона, профсоюз, работодатели, ассоциации предпринимателей подписали сегодня областное соглашение, в котором, накануне областное соглашение, в котором считают сами подписанты, отражен весь спектр вопросов в трудовой и социальной сфере. Основной пункт – заработная плата, размером которой недовольны работники Казахмыса и Арселор Миттал-Тимиртау. В числе свидетелей подписания документа были и журналисты. Областной глава сходу заявил, что соглашение, рассчитанное на два года, под сукно никто не положит. Оно должно носить не декларативный характер, а реально работать. По области знаем немало вопросов, которые необходимо решать, в том числе по заработной плате. А именно вопрос заработной платы в регионе стоит остро. Работники сразу двух промышленных гигантов недовольны своими получками. И если руководство Казахмыса пообещало увеличить зарплату в следующем месяце, то компания Арселор Миттал-Тимиртау на своем стоит прочно. Позиция компании была и есть. Будет выполнен бизнес-план, который подразумевает получение определенной прибыли и рентабельности. И компания готова проводить дополнительное повышение. Однако результаты бизнес-плана, рассчитанного на каждые три месяца, в первом квартале работодателю не понравились. Так что повышение зарплаты так остается в стадии переговоров. Напомним, еще осенью прошлого года профсоюзы трех департаментов промышленного гиганта выдвинули требование увеличить зарплату на 30%. Уже пройдены все этапы мирного разрешения трудового спора. Сейчас переговоры ведутся по второму кругу. Могут ли металлурги и шахтеры надеяться, что ситуацию изменит подписанное сегодня соглашение? Есть некоторые механизмы, которые в том числе обязывают эту комиссию оказывать содействие в разрешении конфликтов, происходящих на любых других предприятиях. То есть мы это можем делать. Профсоюзные лидеры уверили, что на первом же заседании трехсторонней комиссии будет рассмотрен трудовой спор компании Арселор Миттал. Оно назначено на май. Глядишь, и пресловутый бизнес-план металлурги к тому времени перевыполнят. Марина Черная, Сайлаузи, Кен из Карганды, Казахстан. Комиссия, созданная для подсчета ущерба нанесенного водной стихии в Южном Казахстане, подвела предварительные итоги. Он составил 1 миллиард 185 миллионов тенге. Эти средства понадобятся на восстановление домов, мостов и дорог, размытых наводнением. Но пока чиновники подсчитывают сметы, в регионе в полную силу набирают обороты благотворительная компания. Откликнулись десятки организаций и частные лица. Неравнодушных в беде земляков много. Всего за пару дней прихожанами Южно-Казахстанских мечетей было собрано около 2 миллионов тенге. Духоверство областного центра в пункт сбора привезло более 100 ковров, матрасы и пледы, продукты питания. Как сказано, пророк Мухаммад, настоящий мусульман, любит своих народов, свою землю. Поэтому мы должны друг другу помочь в трудные времена. Ежедневно на благотворительный счет поступает до 1 миллиона тенге. Средства перечислили 85 организаций. Помимо денежной, пострадавшим оказывают и другую пассивную помощь. Фонд помощи пострадавшим в наводнении в нашей области, в Южно-Казахстанской, пополняется за дня в день. Если говорить на сегодняшний день, у нас поступило 18 миллионов 300 тысяч тенге. На сегодняшний день. Надо взять все сравнительные данные, то ежедневно к нам поступало где-то миллион. За вчерашний день поступило 2 миллиона. Все собранные вещи отправлены из Шимкента в центр Ордобасинского района, в разрушенное село Тимирлановка. Многодетная семья Дасполовых вот уже месяц живет в одной из 40 предоставленных палаток. Ее поставили прямо на огороде. Местные власти оказывают помощь нам продуктами, но что люди присылают с помощью, то нам и раздают. Спасибо всем, кто нам помощь оказывает. Мы никого не видим. Это природа. Дом Жанар Таптыбавы пришел в аварийное состояние. Наводнение смыло сарай и гараж. Женщина вспоминает, 4 года назад, когда Тимирлановку затопили талые воды, ее жилище рухнуло. Новый дом, который ей построило государство, также не выдержал очередной большой воды. Эти дома построили после наводнения 4 года назад. Фунамент всего 50 сантиметров. А в этом году нас в два раза топило, и каждый год мы должны страдать. Теперь, как утверждают власти, компенсация будет перечислена на лицевой счет каждого пострадавшего. Решать, как использовать выделенные деньги, будут сами сельчане. Александра Ким, Ильдаржон Усканов, Южноказахстанская область. Депутаты Мужелиса сегодня выступили в роли психологов. Необычная переквалификация произошла в ходе Дня открытых дверей в столичном филиале партии Нуратан. Больше сотни людей пришли рассказать о своих проблемах. Это второй в этом году День открытых дверей партии власти в Астане. На первую акцию в январе пришли 106 жителей партийцев. Заверяют, 65% из них получили помощь в решении своих проблем. В основном людей беспокоят жилищные вопросы, уверяют лицом к лицу с чиновниками. У них больше шансов получить помощь. Ведь письменные заявления так часто теряются между этажами госучреждений. Больше всего посетителей сегодня собралось вокруг стола депутата Татьяны Яковлевой. Мужелис Вуман уже давно работает с заявлениями дольщиков и ипотечников. Признается, порой решить проблему это не самое главное. Иногда достаточно просто выслушать и поговорить. Я думаю, да, психологический фактор тоже присутствует. Потому что человеку надо, чтобы его выслушали. Я думаю, что наша задача очень простым языком поговорить человека, выслушать, услышать его проблему и объяснить ему, если это возможно решить. Министр образования сегодня напомнил сотрудникам, что проведение единого национального тестирования – это госсекрет. И за утечку данным в прошлом году уже наказано 4 человека. 125 тысяч выпускников, которые допущены к ЕНТ нынешним летом, должны пройти его честно, подчеркнул Бахаджан Джумагулов. Тогда в городе Жанакурган, Казалардинской области, около 500 выпускников в ходе единого национального тестирования набрали более 100 баллов. Такие высокие результаты вызвали подозрения. Началась проверка. Выяснилось, что пакеты с кодами тестов были вскрыты заранее. Школьникам пришлось пройти повторный экзамен. Накануне в Шумкенте был вынесен приговор, причастным к той утечке информации четверо госслужащих получили от 3 до 5 лет лишения свободы. Два сотрудника Комитета национальной безопасности осуждены. Два сотрудника системы образования тоже осуждены разные годы тюремного заключения. Это в то же время пример для наших членов комиссий, которые в этом году будут работать, чтобы неповадно никому было нарушать и переступать закон. На сегодня все. Выпуски новостей Казахстана всегда доступны на нашем аккаунте на YouTube. На казахском, русском и английском языках не пропустите. Ну а я прощаюсь. Всего хорошего. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok